Я приехал из Кемеровской области, из Кузбасса. Еще не так давно Кузбасс был промышленно-развитным регионом, где доступность сырьевой базы позволяла развивать металлургию, машиностроение и энергетику. Кстати, вот эти все проблемы полностью отражают суть России. Вот то, что я озвучу, это зеркальное отражение тех проблем, которые существуют в России. Это проблема региона отдельно взятых. Сегодня моя малая родина представляет печальное зрелище. Собственно, как и большая родина Россия. Вся промышленность практически разрушена. Осталась сырьевая база, которую олигархи нещадно эксплуатируют, выводя все деньги от продажи угля за бубор, обеспробливая социальную сферу и развитие производства. Кузбасс является выпуклым отражением чудовищной антинародной олигархической власти России, в котором, как в зеркале, отразились все беды страны. Чуть больше года назад был принят закон о ТОРах в территориях опережающего развития, где приоритеты интересов иностранных инвесторов стали над законами и Конституции Российской Федерации. На нашей территории, как на опытном полигоне, ТОРы давно и успешно обкатаны российскими властями. Невосполнимые природные ресурсы, уголь, который нам и нашим потомкам, дан Богом, добывают преимущественно компании, которые зарегистрированы за бугром. Чудовищный и античеловеческий по своей сути эксперимент провела преступная власть над малочисленным коренным народом России шорцами. Вся трагедия исчезающего народа заключается в том, что они проживают на богатой полезными ископаемыми углем, так же, как и русских. Сегодня я свидетельствую. Сегодня я свидетельствую. Олигархи и коррумпированные ими власти, правоохранительные органы, действуют как фашисты на оккупированных территориях. Так, на территории Кемеровской области, Московский городской округ, были изгнаны со своей земли в шорцы, в деревне их сожжены, люди запуганы. Изощренность и подлость этих преступлений заключается в том, что угольные олигархи первым делом взорвали священную для шорцев гору, чтобы порвать духовную связь народа со своей землей, вырвать из них духовный стержень. Вот вам такие методы ничего не напоминают? Например, Палестину. Люди обращались во все инстанции, от губернатора до президента страны, с мольбой о помощи и спасении. Они еще верили, и если бы они знали, что власть с олигархами одних кровей. Единственная политическая сила, вставшая на защиту шорцев, была партия русских националистов Великой России во главе с лидером Савельевым. Активисты партии провели серию митингов и пикетов о защиту шорцев, в том числе возле представительства ООН в Москве. После проведенной экспертизы на заседании ООН, была принята резолюция, в которой в частности было отмечено, что на территории Российской Федерации, Кемеровской области, происходит геноцид малочисленного народа шорцев. Геноцид – тяжкие преступления против человечества, у которых нет срока давности. То есть ситуацию, которую мы ожидали, вместе добивались с партией Великой России, сейчас ООН признала, что геноцид существует. А геноцид не только шорцев, поскольку мы добиваемся русских, но русские на русских сейчас не обращают совершенно внимания никакого. Но мы добьемся того, что геноцид признают на территории всей России. Хочу отметить, что на этой же территории проживают и другие народности, в том числе и русские, которые подвергаются геноциду вместе с шорцами. Также не сомневают, что придет время, и русские выставят особый счет антирусской власти за геноцид. Холокост после этого покажется сказкой про семерых козлях. Другой пример. Там же на территории Мисковского городского округа кипрская компания «Разрезки и Заски» захватила городские земли для технологических нужд. Отравляет землю воздух, то есть она захватила земли. Вот пришла кипрская компания, иностранная компания с большими деньгами и захватила землю, то есть подкупила власть, коррумпировала. Захватила земли и пользуется, добывает уголь, не платит налоги. Отравляет землю воздух, водные ресурсы, создаёт угрозы и опасность жителям города. Добывая уголь на миллиарды рублей, не платит в нищий городской бюджет налоги за землю. Это вот торы и всё. Более того, разрушают городские дороги, инфраструктуру, на восстановление которых не дают деньги из бюджета, которые должны идти на выплаты врачам, учителям и социальную сферу. Правоохранители на шалость угольных бандитов закрывают глаза. Например, прокуратура раз в полгода налагает на разрез административный штраф в размере 30-50 тысяч рублей. Это что слону дробина, и лишний раз подчеркивают, что власть у олигархов в доле. Помните слова героя известного фильма, который сказал, что Кавказ всесоюзная здравница, а Кузбасс всесоюзная кузница. Я бы добавил, что Кузбасс сегодня сроссийская кузница олигархов. Здесь куют своё олигархическое счастье известные вам олигархи, нерусского происхождения, Абрамович Дерипаска. Здесь стал миллиардером, вошёл списки Форбс, гражданин США, министр открытого правительства Российской Федерации, господин Абазов. Сегодня чудовищное преступление происходит в Верховье Фритит Ами, том, который протекает через всю Кемеровскую область. Сегодня там пытаются открыть новое месторождение марганца. Я напомню, что марганец – это такой металл, химическое вещество. В округе, скажем, 70 километров, жители, которые проживают на этих территориях, дети у них рождаются 90% отставания, развитие, то есть дебильность врождённая. Невзирая на протесты людей, которые собирались, которых разгоняют, власти, с помощью полиции в том числе. Процесс сопротивления возглавили люди нерусского происхождения. Поставили, верхушку сняли, дологу снесли, вот этих людей поставили, и вот эти люди сливают протест против добычи марганца на территории Киевского область. Будет печальный результат. Меня туда не допускают, потому что я сам понимаю, если я попытаюсь что-то попытаться активно участвовать, меня, значит, рискуют, меня задерживают постоянно там. Ну, посмотрим, чем закончится, но сопротивление сливается, сопротивление уходит, скажем так, сквозь песок. Во время последнего приезда в Кузбасс 4 апреля у нас был глава правительства Российской Федерации господин Медведев, и потребовал он от губернатора Тулеева наращивание добычи угля. Сегодня регион выходит на отметку 220 миллионов тонн добычи угля. Тем не менее, область банкрот, и по данным экономистам, как минимум 280 миллиардов рублей выводится за границу, минуя налогооблагаемую базу. В попросту банальный грабеж территории. Но еще раз хочу напомнить, что у нас область банкрот, а 280 миллиардов рублей выводятся в деньги, минуя налогооблагаемую базу. Это что такое? 100 миллиардов рублей областной бюджет, 10 миллиардов дефицит, 58 миллиардов долгов имеет область, не считая коммерческие долги. А вот 280 миллиардов рублей выводится просто за границу. Угри продаются, деньги не попадают под налоговую базу. Все это знают. Об этом я давно писал. Я написал, получил свой адрес преследование ФСБ, преследование полиции. Это факты, я подтверждаю это. То есть им неприятно, когда говорят о 250-80 миллиардов рублей. Это действительно грабеж территории, но там еще ТОР официально не был принят. То есть закон ТОР был принят. А действие ТОРов на этой территории не распространяется пока. А фактически законы там действуют ТОР. Ученые предупреждали, что рубеж добычи угля не должен превышать 180 миллионов тонн. А у нас добывается почти 220 миллионов тонн. Иначе экологическая катастрофа. Ученые, в том числе и Кичеев, более 20 лет занимались определением составов кузбасских углей, в том числе и Московского. В углях содержится 20 редкоземельных металлов. При добыче угля открытым способом, то есть разрезами, которые в регионе в основном так и добываются, при промышленных взрывах редкоземельные металлы диспредируют воздушный бассейн, при этом наносится непоправимый ущерб экологии и здоровью населению. Что такое редкоземельные металлы, вы можете и ценность их, редкоземельных металлов, вы можете послушать в запись Катасонова, что сейчас представляют редкоземельные металлы для промышленных экономик всего мира. Это очень и очень ценные продукты. Это обстоятельство, по мнению ученых, должно стать причиной запрета добычи угля открытым способом. Более того, кузбасские угли могут стать богатейшим природным ресурсом при получении редкоземельных металлов при добыче шахтных способов. Для отправки в одной тонне кузбасского, в частности, мусковского угля содержатся технецы до 90 грамм на тонну, рубиди до 130 грамм на тонну, стронцы до 80-60 грамм на тонну, свинца до 350 грамм на тонну, урана до 8 грамм на тонну. То есть урана в одной тонне значит угля содержится до 8 грамм на тонну. Силена до 40 грамм на тонну, циркония 9 тысяч грамм на тонну. Технологические способы добычи лантаноидов, то есть редкоземельных металлов из углей и породы, могут быть в тысячу раз. В тысячу раз дешевле, чем добыча их любим технологическим способом. Уничтожая редкоземельные металлы, которые при добыче угля наносят вред окружающей среде и здоровью населения, есть преступление, которого нам не простят потомки. Кроме того, извлечение редкоземельных металлов из углей и пород могло бы обогатить Россию во много раз больше, чем от продажи угля, нефти и газа. Понимает ли это власть? Несомненно. Но у нее другие приоритеты и задачи, а именно, вывести за булор деньги от продажи невосполнивых рыбовых ресурсов, оставить пустыню после себя, территорию России, расшлинить на каганаты, другую часть отдать в концессию иностранным инвесторам под видом торгов. Они строят новый мир, в том числе за счет России, на руинах России. В отношении русских патриотов и просто здравомыслящих людей, понимающихся замысел и преступность антирусского режима, власть применяет репрессии. Меня, как русского националиста, как патриота своей страны, власть постоянно подвергает преследования, объявляет меня террористом, незаконно задерживает и просто демонстративно наладит ослежку. Кроме того, уже несколько лет на наш семейный бизнес допускаются проверки административных и надзирающих органов. Суды заодно с ними. Сегодня русское патриотическое движение в Кузбассе полностью находится под контролем спецслужб и имитирует деятельность по защите интересов русского и других народов. Тем не менее, разочаровавшись лидерами в формах и методах борьбы, русское сопротивление перегруппировивается и вступает в новую фазу борьбы за права русских. Больно смотреть на наших пенсионеров, многие из которых получают пенсию, сравнимую с подачкой нищеных. А ведь они строили и поднимали все то, что попало в руки народным проходимцам и филикам, в надежде построить свое будущее. В последнее время в преддверии выборов в Госдуму активизировались Кремлевские партии, иницией демократии. Сценарий выборов расписан заранее. Каждый сверчок знает свой шесток. Но нужна активность избирателей, чтобы воровать и грабить от имени народа. В народе их называют гидрёныши, жирёныши, зюганыши и прочее гадёныши. Обычно премлёвская оппозиция вырезает из ковид месяца за два-три до выборов, чтобы укрюкнуть и обозначить свою заботу о народе. Сколько ни голосуешь, все равно проиграешь. Невозможно выиграть, играя по правилам сатаны. Теперь можно смело констатировать, уничтоженное наукое образование, медицина, всё то, что является основой социального государства. Бал правит сатана. Его планов уничтожить, вести со свету русских, как самый непокорный народ, а из оставшихся сделать работу. Но у нас нет ни единого шанса сбросить с плечи юридейское иго, если Бог нам не поможет. Спасибо. Аплодисменты